добрый день мои дорогие друзья и мои дорогие подписчики я очень скучала по вам и надеюсь что вы меня тоже не успели забыть конечно я получала ваши письма читала ваши комментарии но не готова была ответить на них когда же я вновь смогу вернуться и продолжить вести канал на ю тубе сегодня я вернулась но вернулась пока лишь для того чтобы рассказать вам о грядущих событиях важных событиях так как приближается последняя битва титанов урана и сатурна вот именно этим событием и будет посвящено это видео ну что же вы знаете что последний бой он трудный самый и боги олимпа взбесились не на шутку и вот этой осенью нам с вами будет вновь суждено увидеть и пережить осеннее обострение целые два года не прекращается великая битва богов и целые два года воюют уран с сатурном воюют отец и сын посылая эту энергию войны энергию разрушений на нашу с вами грешную землю весь год я вам рассказывала что все что мы наблюдали в этом году осенью нам с вами покажется цветочками так вот это время пришло мои дорогие и самый трудный период он настанет в октябре и в ноябре сатурн сын урана и сын богини земли геи и и сатурн отвечает в астрологии за закон за установленные правила за старый порядок за власть верховную власть за установленные границы и за официальные договоренности за главного правителя страны за ограничения за тупики за безысходность за различные обязательства за цели планы и за стратегию достижения этих целей на уран отвечает за все новое за реформы за преобразование за анархию революцию за неожиданные перемены за шок за свободу за идеи нового времени который он несет и вокруг которых объединяются люди единомышленники за инновации различные за новое время за то что пришла пора отказаться от старого так зачем же воюет между собой сатурн и уран что они не поделили и об этом нам с вами может поведать мифология и древняя книга аплодар начинается словами и уран стал первым править миром а сатурн был сын урана и богини земли геи и вот рождались у урана и богини земли геи очень странные и страшные дети то сто рук у них было то 50 голов то один глаз во лбу и вот всех этих уродливых неугодных своих детей которые своей внешностью не радовали сердце урана жестокий уран сбрасывал в тартар великую мрачную бездну и гея переживала и люто негодовала и не могла простить она урану гибель своих детей и тогда подговорила гея других своих детей тоже могучих богов титанов восстать против жестокого отца урана и вручила кривой стальной меч своему сыну сатурну и благословила его на битву с его отцом и тогда напали титаны на своего отца и сатурн отрезал детородный орган своего отца урана чтобы уже никогда более не было у него детей и тогда сверг сатурн своего отца с его трона лишил его всякой власти и сам довольный занял его место вот именно с тех пор и воюют уран с сатурном за власть над этим миром и поскольку боги олимпа бессмертны в отличие от нас то их битва может продолжаться бесконечно и вот вновь наступило время и сошлись в страшном бою отец и сын и новое время наступает на пятки старому времени путем войны и путем революции пытаются планеты пытаются боги свергнуть старый порядок свергнуть старый мир но сатурн не желает сатурн бог времени кронос не желает сдаваться и вводит все новые и новые ограничения загоняя всех безысходность ну что же мы с вами знаем что все новое всегда внедряется через боль так чем же закончится битва отца и сына в этот раз и кто победит в этот раз отец уран или же сын сатурн а это мы с вами узнаем этой осенью 30 сентября сатурн в полной боевой готовности с наточенном серпом который ему подарила его мать богиня земли гея вновь вызовет на страшный бой своего отца урана и продлится их битва не день и не ночь а целые два месяца и не смогут устоять боги олимпа в стороне наблюдая последний жестокий бой не на жизнь а на смерть между отцом и сыном и тогда вмешаются боги олимпа в эту битву и все примут в этой битве участие и то что будет происходить на небе вновь отразится на нашей грешной земле готовьтесь и будет сатурн наступать на своего отца оттесняя его назад и очень тяжко придется уран и вновь сатурн провозгласит новые сатурианские ограничения и вновь многие границы могут закрыться и еще сильнее нужно будет всем затянуть свои пояса но колесо нового времени уже никто не сможет остановить и тогда передаст посланник богов меркурий сатурну и урану последнюю волю богов олимпа и огласят в этот момент светило солнце златоликое и луна бледолицы что наступил последний страшный коридор затмений который не каждый сможет пройти и только самые смелые сердцем самые твердые духом выйдут из него победителями и объявят боги солнечное затмение 25 октября ну а затем они объявят лунное затмение 8 ноября и не сможет ни отец не сын отказаться от участия в этом страшном коридоре затмений и каждому придется встретиться лицом к лицу со своими страхами и ответить за все свои прегрешения и посланец богов меркурий будет всему этому свидетель если вы мои дорогие посеяли рожь то не ждите что родится новая жизнь каждому по заслугам и по деяниям вашим будет воздано в этот период готовьтесь держать ответ за то что вы посеяли если вы думаете что на этом все закончится то это не так это еще не все так как в это же самое время бог войны марс вызовет на бой бога морей и океанов нептуна и будут воевать они долго между собой и никто из них не будет готов уступить сопернику и пробьют куранты и объявят миру что наступил 2023 год а их страшная битва продолжится поэтому наберитесь терпения экономьте следите за здоровьем и своим а особенно за здоровьем своих предков дышите глубже устремите свой взор на небеса молитесь и помните что ничто не чуждо богам олимпа и живут они также как мы с вами испытывают страсти нешуточные как мы вот только забыли боги олимпа что они бессмертны в отличие от нас и переживут они любую битву титанов но к сожалению не каждый из нас будет лицезреть эту битву до конца или не всем суждено увидеть счастливый конец и увидеть победителя а ведь мы с вами просто хотим жить ну а теперь мои дорогие открывайте свои гороскопы ссылки на построение гороскопов есть под этим видео событийная дуга сатурна в 2022 году проходит с 19 градусов по 26 градус знака зодиака водолей но событийная дуга урана в этом году с 15 градуса по 19 градус знака зодиака телец произойдет встреча и последняя битва титанов урана и сатурна в 19 градусах тельца и 19 градусе водолея и тогда застынет замрет сатурн в 19 градусе водолея и долго он будет стоять на месте как истукан пытаясь выйти наконец-то из своей ретроградности и тогда метнет сатурн свой наточенный стальной серп в своего отца урана и вновь состоится их битва и это найдет свое отражение на нашей земле сатурн уже давно вошел в свою событийную дугу и вы все свидетели какие страшные события начались на земле в феврале 2022 года никто не останется в стороне от этих событий но будут такие которым нужно быть особенно внимательными поэтому проверьте свои гороскопы и если вы увидите в своем гороскопе что у вас есть планеты или же чувствительные важные точки вашего гороскопа это главные точки креста судьбы асцендент десендент медиум каэля и мукаэля начиная с 17 по 21 градус знак рак девы козерог или рыбы и и особенно если вы родились с 7 по 13 июля с 8 по 13 сентября 6 по 11 января или же 6 по 11 марта то для вас один совет вы обязательно это почувствуете поэтому не закрывайтесь ни от чего нового принимайте и пускайте в свою жизнь все возможности которые появляются на вашем пути или же пользуйтесь в этот период уже готовыми решениями если вы будете сами готовы к этим переменам не побоитесь впустить что-то новое в свою жизнь то вы как раз получите помощь помощь от вселенной помощь от богов а вот те кто побоится кто будет держаться за старое кто будет прятаться от этих перемен то вы наоборот получите для себя новые проблемы которые будут нарастать просто как снежный ком вашей жизни если же у вас есть планеты или чувствительные важные точки гороскопа начиная с 17 по 21 градус но в знаках телец лев скорпион или водолей и если вы рождены особенно если вы рождены в период с 4 по 9 февраля с 6 по 11 мая с 9 по 13 августа с 8 по 12 ноября то для вас наступает время пожинать плоды этой осенью берегите себя события вашей жизни могут быть очень жестокими безжалостными но вам некого в этом винить и если вы увидите что в вашей жизни происходит что-то плохое что-то страшное что вам не нравится то вы должны понять что все это что вы видите это есть внутри вас и вы сами своими эмоциями своим отношением происходящему своими поступками спровоцировали это и спроецировали это в свою жизнь все что будет происходить вокруг вас будет лишь отражением того что находится внутри вас вашим внутренним миром поэтому несите добро несите мир и желаете другим только то что вы сами пожелали по себе и тогда бояться вам тоже будет нечего и дополнительный совет для тех у кого есть планеты начиная с 17 по 21 градус тельца и водолея особенно если вы родились вот с 4 по 9 февраля или с 6 по 11 мая хотя это может быть пару дней туда или пару дней в другую сторону например с 5 по 10 февраля или с 5 по 11 мая с 3 по 9 февраля вот в вашей жизни могут происходить какие-то важные события когда вам может казаться что это не ваша жизнь это не ваше решение это не ваш путь но все что вам приходится сейчас принимать или подстраиваться под людей под события выживать все это происходит против вашей воли но это как будто бы никого не интересует некому вам помочь но вы должны понимать что это тоже делается вам во благо вас как будто бы просто знакомят с переменами с большими переменами которые произойдут в вашей жизни с этой новой энергией новой жизнью с новыми возможностями которые очень скоро придут в вашу жизнь и останутся в вашей жизни уже на постоянной основе не бойтесь ничего и старайтесь из всего этого извлечь полезный опыт учитесь жить по-новому ну и конечно же совет всем поскольку чувствовать эти энергии будут все в разной мере не нужно сейчас этой осенью предпринимать каких-то важных шагов не делайте не меняйте свою судьбу кардинально не провоцируйте судьбу пришло время когда нужно всем нам с вами быть мудрыми понаблюдать за этими событиями посмотреть что происходит в вашей жизни что происходит вокруг вас а не начинать что-то новое и не провоцировать вселенную осторожность конечно же не помешает сейчас никому помните об этом и холодная голова она тоже пригодится сейчас всем берегите себя берегите своих близких будьте очень мудрыми будьте сильными и физически и будьте сильными духом старайтесь поддерживать друг друга все эти мир все эти любовь несите любовь несите сострадание и тогда вам не придется бояться сбора урожая которые вы посеяли я обнимаю вас всех и до следующей встречи которая когда-нибудь наступит вновь